В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В суде Октябрьского района приступили к рассмотрению дела об убийстве болельщика Спартака Антона Феоктистова. На заседании сторона защиты представила новую улику – видеозапись с камер наблюдения ресторана. Само заседание проходило за закрытыми дверями. Напомню, в августе прошлого года в ресторане на набережной накануне матча между крыльями Савитов и Спартаком был убит болельщик московской команды. Недалеко от ресторана задержали уроженцы Киргизии Мансура Иснаилджанова со следами крови на руках и одежде. Однако адвокат Иснаилджанова считает, что предоставленное в суд видео доказывает Антон Феоктистов и его друг первыми начали драку и действия его подзащитного были самообороной. У потерпевших на этот счет своя версия. Там все объективно и однозначно. И все эти версии стороны защиты о необходимой обороне, либо еще о чем-то. Они этим видео полностью опровергаются. До 12 лет лишение свободы грозит бывшим сотрудникам областного министерства сельского хозяйства. Консультантов управления ведомства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Судьи Самарского района для них избрали меру пресечения. Подробности в нашем сюжете. На этих кадрах задержание 26-летнего Александра Степанова. Молодой человек трудился в Минсельхозе в должности консультанта управления развития отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. Именно его полицейские взяли с поличным, когда он получил 700 тысяч рублей. Остаток той суммы, которую он с коллегой попросил за свои услуги. История мошенничества началась еще в 2014 году. По данным следствия, за вознаграждение в 3 миллиона рублей чиновники пообещали бизнесмену посодействовать в получении гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Сумма гранта якобы должна была составить 10 миллионов. Бизнесмена молодые люди попросту обманули. К отделу министерства, который занимается распределением грантов безвозмездного субсидирования, они не имели никакого отношения. И вряд ли, по версии следствия, смогли бы исполнить свое обещание. В суде второй подозреваемый Антон Скоротович не рад вниманию прессы. Свою причастность к преступлению он полностью отрицает. А вот его коллега Александр Степанов во всем признался и начал сотрудничать со следствием. По решению суда, под домашним арестом ближайшие два месяца проведет Степанов, а Скоротовичу придется дожидаться суда в СИЗО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При проведении опроса данного водителя в совершении наезда на пешеходы женщина осознался. Мировым судом Савропольского района Самарской области в отношении данного водителя избрана мера пресечения административный арест сроком на 10 суток за оставление места транспортного происшествия. По окончании проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А жертвой небольшого ДТП в Самаре стал один из водителей. Авария произошла на улице Вилоновской. Столкнулись два автомобиля. Удар был не слишком сильным, и чтобы разобраться в ситуации, водители вышли из автомобилей и даже успели поговорить. Затем один из них пошел ставить знак аварийной остановки и неожиданно скончался. В причинах смерти разбираются эксперты. Попал в ДТП, не мешай другим. В ГИБДД напоминают водителям о преимуществах европротокола. Это когда ущерб от аварии незначительный, и водитель вполне может сам заполнить необходимые документы. Как сэкономить время, расскажем прямо сейчас. Секундное замешательство, столкновение, длительное ожидание инспекторов ДПС. В итоге многокилометровая пробка. В день на саморских дорогах происходит от 80 до 150 подобных аварий. Чтобы не тратить свое время, не испытывать нервы других участников движения и не платить штраф в тысячу рублей за создание помехи на дороге, ДТП, в которых нет пострадавших, а лишь причинен незначительный ущерб автомобилям, дорожные инспекторы советуют оформлять самостоятельно. Достаточно просто заполнить так называемый европротокол, который прилагается к полюсу ОСАГО. Участники дорожного движения должны четко понимать, кто все-таки виноват в данном происшествии. То есть, если есть обоюдное согласие, что да, виноват, допустим, один из участников дорожного движения, значит, они оформляют в порядке европротокол схему коротенькую на листочке, делают несколько фотографий, убирают свой транспорт и обращаются в страховую компанию, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. Если у страховщиков возникнут вопросы или в итоге выяснится, что ущерб больше 50 тысяч, можно обратиться в ГАИ, где вам помогут оформить все необходимые бумаги. Главное сделать это своевременно. Еще одно новшество 2016 года – скрытые патрули на городских улицах. Инспектора дорожного патрульной службы на транспорте, не имеющем специальности фотографической окраски, осуществляют патрулирование по городу, выявляют административные правонарушения, фиксируют. Такие же негласные проверки проводятся в общественном транспорте, где у нас сотрудник технического надзора одевается в гражданскую одежду, то есть садится на конечной станции в автобус, следует по маршруту, фиксирует также нарушения, которые допускает водитель автобуса. Пока эта практика только набирает обороты. Инспекторы ДПС обещают, со временем контроль будет еще жестче. Но для нарушителей есть и хорошие новости. С этого года тем, кто успеет оплатить административный штраф в течение 20 дней, предоставляется 50-процентная скидка. Правда, это правило не касается тех, кто уже не в первый раз совершает серьезные правонарушения. А закончиться все могло не так хорошо. В районе трех часов дня сотрудники линейного управления МВД на транспорте обнаружили на платформе железнодорожного вокзала плачущего мальчика. Полицейским 8-летний мама Джон смог назвать лишь свое имя и станцию, откуда недавно уехал. Пояснилось, ребенок учится во втором классе в школе поселка Толевый. Через нее нашли и номер телефона родителей. Через некоторое время за юным путешественником приехала мама. Девушка рассказала, из школы ребенок возвращается с одноклассником на электричке. Но сегодня поехал один, растерялся и сел в другой поезд. Несмотря на счастливый финал, родители теперь привлекут к административной ответственности и поставят на учет. Мы сообщим инспектору по месту жительства, чтобы пронаблюдали эту семью. Будем беседовать в школе. Если понадобится, направим в отдел семьи, к психологу. То есть, естественно, с такой семьей будут работать. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.